Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Посылки из Китая. Сегодня будет обзор товаров, которые были в понедельник на распаковке. Первый товар, о котором хотелось бы сейчас рассказать, это вот эти наклейки-смайлики от комаров. Принял душ, вышел на улицу, закурил сигарету, предварительно наклеив вот сюда на руку такой смайлик и начал рыбачить на насекомых. Буквально за три минуты я смог убить трех комаров. Да, действительно, через эту наклейку они не кусаются. Один сел на соседнюю руку и двоих я убил на ногах. Возможно, они помогают от китайских комаров. Ты втираешь мне какую-то дичь. Что же мы имеем по факту? Наклейки полный фуфел, имеют какой-то специфический запах и, возможно, какие-то токсичные хреновины в своем составе. Поэтому не советую этот товар к приобретению, это будут выброшенные деньги. Второй товар, о котором будет идти сейчас речь, это вот эта штуковина-прикуриватель. Со стразами Сваровски, алмазами и бла-бла-бла. Врет. Я б даже сказал. В общем, вышел на улицу, пошел в машину, сел, поставил эту хреновину в прикуриватель. Они заряжают пушку. Зачем? А, они будут стрелять! А она там болтается, как карандаш в стакане. Естественно, когда вы на нее нажимаете... Она не срабатывает, она не остается в таком положении, а назад отщелкивает. Что происходит дальше? Естественно, если она отщелкнулась, нагреваться она не будет, потому что контакты не соприкасаются. Эта штука для меня оказалась не рабочей. Машина у меня не эксклюзивная. Обычный Opel Corsa D 2012 года. Поэтому я думаю, что у меня штатный прикуриватель не отличается от многих машин европейского производства. Соответственно, эта штуковина будет для вас точно так же бесполезна. Единственный вариант применения, который я нашел для себя, это, разобрав, открутив вот саму эту коронку, доработать какой-то другой прикуриватель с помощью клея. Приклеить этот набалдажник, и у вас получится отличный красивый прикуриватель. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Ну вот, моя машина Алиэкспресс. Повесил фигнюшку эту. Вонючку. Кстати, вот панды, которые приходили мне раньше с Алиэкспресс. Вон яблочко висит. Здесь вот имеются вот эти крючки для пакетов. На водительском сидении висит второй. И здесь вот у нас защитный чехол, чтобы ребенок, когда сидит в кресле, не мазал спинку водительского моего сидения. И вот установил вот эту вот бобину. Как вы можете видеть, она сидит не плотно. И при нажатии она отходит назад. Отличный красивый прикуриватель. А вот эта, кстати, синяя тряпочка. Оказалось, очень удобно протирать лобовое стекло изнутри. Сейчас будет идти речь о вот этой лампочке. По заявлению продавца, она выдает 10 Вт. В данный момент в моей настольной лампе стоит лампочка 7,5 Вт. Меняем лампу. Теперь горит китайская лампочка 10 Вт. Ярче светить настольная лампа не стала. Но, возможно, даже немножко хуже. В момент записи я большой разницы не вижу. Потому что вокруг кромешная тьма, ночь. При монтаже видео, я думаю, это будет более заметно. Ладно, и так зайдет. Последний товар у меня на обзоре из предыдущей распаковки, это вот эти винт-экстракторы. Для того, чтобы извлекать поврежденные винты-саморезы. Сразу хотелось бы сказать, они, в принципе, работают. Для того, чтобы извлечь этот саморез, пришлось изначально его немножко рассверлить. Причем не сверлом, которое находится на обратной стороне этого экстрактора, а нормальным своим сверлом, купленным у нас где-то на территории. Металл, из которого выполнены эти экстракторы, очень-очень мягкий. Он очень легко деформируется, повреждается. Вот здесь я немножко пополосовал его надфилем, и вон видны зарубины после этой небольшой обработки. Металл реально фуфил. Сверла обратной части заминаются после первого же использования. Конусовидный этот экстрактор тоже уже весь помятый. Этот комплект, в принципе, можно считать одноразовым. Прислушайтесь к моему совету и не покупайте это. Ну, в завершении хочу рассказать немножко про эти носки. Они очень тонкие, просвечиваются полностью, поэтому долго они у вас не прослужат. Буквально несколько носок, и я думаю, они уже протрутся, и придется их выкидывать. Но, в принципе, за такие деньги одноразовые носки можно себе позволить. Из предыдущей распаковки меня порадовало буквально несколько товаров. Детский водный дельфин, магнитики и вонючка в машину. Ну, а остальные товары... Вы все говно! Вот такой получился у нас сегодня обзор. Комментируйте, ставьте лайки, обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN для экономии средств, но не на покупке таких товаров. А я с вами прощаюсь. Пока!